Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я Геннадий Котцов, приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы обсудим основные актуальные темы, прошедшие, проходящие недели в Соединенных Штатах Америки, во всем мире, с гостями нашей программы. И прежде всего я их представлю, Юрий Польский с нами в Соединенных Штатах Америки, профессор политологии Вестчестерского университета в Пенсильвании. Юрий, приветствую вас! Здравствуйте! И Александр Верещагин, главный редактор журнала «Закон», город Москва, Россия. Александр, приветствую вас! Здравствуйте! Я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что, наверное, одно из главных событий, если не главное, это прошедшая в Женеве в среду, 16 июня, встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Это их первая очная встреча в качестве президентов своих стран. Кстати, Путин уже, по-моему, с 2019 или 2020 года не вылетал за границу, а для Байдена это первая поездка за пределы Соединенных Штатов Америки. Ну, в данном случае в Европу. Ну что, Юрий, ваш комментарий по поводу самой встречи. Как вам все это показалось? Как вы это все видели? А отдельно мы уже потом обсудим пресс-конференцию Путина и пресс-конференцию Байдена. Юрий, вам слово. Спасибо. На мой взгляд, эта встреча была пустой формальностью. Ничего там серьезного решено не было. И все проблемы остались. Не было надежд, что они решат какие-то серьезные проблемы, но все-таки, может быть, какая-то сенсация произойдет. Всегда оптимизм не покидает людей. Здесь ничего такого не произошло. Это абсолютно дежурная протокольная встреча, где президенты обеих стран должны были по должности встретиться, чтобы как-то успокоить общественное мнение своих стран и показать, что они не зря получают зарплату. Что-то они все-таки достигли, но очень мало. И это никак не оправдывает то внимание, которое уделяется этой встрече. Например, решили вернуть послов. Но это совершенно обычная процедура. То, что послов не было, это вообще вопиющий пакет. Кроме того, Путин сказал на пресс-конференции, что вообще они постараются как-то освободить граждан обеих стран из заключения. И что Госдеп и Министерство иностранных дел Российской Федерации будут над этим работать. Ну, Путин и Байден, они еще кое-что сказали для того, чтобы продемонстрировать, что они работают, что они делают все на благо своих стран. Путину особенно, я думаю, эта встреча была нужна, чтобы показать, что с Россией считается. Несмотря на то, что свободный мир, так называемый, или действительно пытается устроить изоляцию России, ничего не получается. И несмотря на крайне резкие высказывания Байдена в отношении Путина, у Байдена не оставалось выхода, чтобы встретиться с президентом Российской Федерации. По крайней мере, формально указать, что эти две страны равны и находятся в одном классе стран. Путин вообще продемонстрировал уверенность и значимость. Можно сказать, что он сделал то, что он собирался сделать. Но существенных выгод от этой встречи он не получил и не получит. Поэтому ваше замечание, что это очень важное событие, я считаю очень условным. Поскольку ничего серьезного достигнуто не было и достигнуто не могло быть. Но они, кстати, и одна, и другая стороны говорили о том, что мы не рассчитываем, что что-то может быть достигнуто. Байден неоднократно говорил о том, что мы увидим, каковы будут результаты через 6, а то и 12 месяцев. То есть через полгода или год. Так что ничего особенного никто и не ожидал. Главное это было встретиться, разрядить, как вы отметили, обстановку, поскольку она была очень накалена. И, кстати, после того, что поспособствовал этому Байден, когда он в ответ на вопрос, считаете ли вы Путина убийцей, он ответил утвердительно. И после этого, собственно, были отозваны послы. После этого обстановка как раз разогрелась, очень накалилась. Так что, Юрий, никто и не ожидал ничего такого особенного. Главное, сам факт вот этого саммита. Да, вы хорошо сказали, через 6 месяцев можно с таким же успехом сказать, через 6 или 10 лет они увидят. Посмотрим, да. Да, да, да. Но я просто хочу сказать, что можно говорить все что угодно, но Байден, например, мог бы постараться более существенных каких-то результатов достичь в веку Трампа. И Трампе ничего не получалось в российско-американских отношениях. И по существу Байден мог бы постараться за своими помощниками представить что-то как достижение. Но ничего здесь получиться не могло, потому что по Украине, Грузии, правам человека, позиции сторон настолько отдалены друг от друга, что ожидать то, что по-английски называется «break through» было трудно. Но я повторюсь, есть оптимисты и вообще людям свойственно верить. И здесь все эти надежды не оправдались, несмотря на то, что Байден и Путин представили эту встречу как положительный факт. Александр, не стоит недооценивать способность Байдена все испортить. Я вспоминал уже на этой неделе известное высказывание Барака Обамы по отношению к Байдену. Он говорит, не стоит недооценивать способность Джо все испортить. На мой взгляд, Байден как-то, ну, там, не учитывая нескольких ляпов во время пресс-конференции, может быть, мы на этом остановимся. Как-то он так прошел, что называется, между Сцилой и Харибдой. По крайней мере, все не испортило, поскольку изначально у нас уже было мнение в Соединенных Штатах, что Путин просто-напросто выиграл, обыграл Байдена заранее, поскольку у Байдена практически никаких козырей не было. Те темы, по которым обе страны не стыкуются, они так несостыкованными и остались. А какие-то вещи, которые можно состыковать, это все, как Юрий сказал, определить сегодня и однозначно их состыковать, не удастся. Так что, ну, вот такое, примерно, мнение. Ваш взгляд, ваш комментарий по поводу этого саммита? Ну, встреча носила, на мой взгляд, ритуальный характер. Вообще, современная политика – это во многом театр, во многом ритуал, причем театр какой-то закулисный. То есть, на сцене что-то происходит, люди появляются, произносят ничего не знающие слова. Огромное количество людей, журналистов, прежде всего, пытается что-то в этих словах выловить. Содержания там реально никакого нет в том, что они произносят. То, что может иметь значение, произносится, как правило, за кулисами. Мы потом узнаем об этом из мемуаров. Так что, встреча, повторяю, но есть ритуальный характер. Почему она понадобилась именно сейчас, это интересный вопрос. Ну, зачем она понадобилась Путину, тут вопроса нет. Он вообще всегда рад встречаться, так сказать, с лидерами США, потому что это повышает его статус, объективно. Так что, он, конечно, выиграл просто от самого факта встречи, хотя бы она не имела никакого значения. А что касается Байдена, то непонятно, почему она ему понадобилась именно сейчас. Дело в том, что, в общем-то, он мог, конечно, и потянуть с этой встречи, мог и не встречаться еще какое-то время. Понятно, что если отношения такие напряженные, как сейчас, между Соединенными Штатами и Россией, то есть, делать это о какой-то холодной войне, пусть и в таком смягченном варианте по сравнению с советскими годами, то необходимо делать какие-то жесты, шаги, которые снимают с соответствующей стороны себя, снимают ответственность за вот это вот обострение. Ну, то есть, иначе говоря, нужно демонстрировать тоже ритуально такую вот способность и готовность к диалогу. Для этого, как бы сказать, и нужно встречаться и договариваться. Этими вот словами встречаться и договариваться прожужжали уши, но, в сущности, ведь, как бы сказать, никакие точки соприкосновения найдены быть при нынешнем раскладе, так сказать, геополитическом, просто не могут быть. Ну, просто вот все эти темы, которые остались, расширение НАТО, Украины и так далее, они останутся неизбежно, никуда они не денутся. Но нужно демонстрировать свою решимость решать неразрешимые вопросы. Вот, и эта решимость была продемонстрирована. Я другого объяснения, по крайней мере, со стороны Байдена не вижу. То есть, нужно было, так сказать, понимаете, как у нас, у юристов, бывает. Если вы уже решили, так сказать, воевать в суде, да, устроить то, что называется на юридическом языке войной, это не война именно холодная, как правило, в суде, то вам во многих случаях необходимо для начала предъявить друг другу досудебные претензии. Часто они даже бывают обязательными по закону. То есть, по правилам игры нужно, прежде чем обратиться в суд и начать эту самую войну судебную, нужно друг другу прислать претензии и, так сказать, проявить некую добрую волю для нахождения точек соприкосновения. Причем стороны часто уже знают заранее, что никакого примирения быть не может. Но вот для того, чтобы выполнить эту обязательную процедуру, они так и действуют. Вот, возможно, Байден что-то подобное только имел в виду, когда вообще решался на эту встречу. Потому что, исходя из того, что мы знаем, и конкретно об этой встрече, и о глобальном контексте, вообще не очень понятно, что там могло быть решено, и зачем она ему понадобилась, кроме как вот именно для того, чтобы предъявить такую, в кавычках, досудебную претензию, что... Ну вот я вот сделал шаги, предпринял какие-то, а уж вы, так сказать, из них ничего не получилось, значит, вот другая страна, то есть Москва в данном случае, виновата в том, что ничего не получилось, я проявил добрую волю, ну а дальше как бы все, уже от меня ничего не зависит, будем воевать. Вот, может быть, в этом заключается замысел, может быть, в чем-то еще другом, но мне вот, честно говоря, постичь его трудно и дать другую интерпретацию трудно. Ну, я должен сказать, что действительно инициаторами этой встречи явились Соединенные Штаты. Так что Соединенных Штатов именно поступило вот это предложение, и Путин его принял. Но теперь давайте перейдем к пресс-конференции. Едва ли здесь, Юрий прав, не единственная новость, это то, что послы США и России возвращаются в Москву и Вашингтон. Ну, для нас еще, для американской стороны, наверное, для российской, не менее важно то, что могут обменять тех заключенных, которые находятся у нас в тюрьмах и в российских тюрьмах. В России в основном упоминают две фамилии, но у нас кто находится? Бут, Ярошенко, там разные люди. Тоже может произойти этот обмен, но, в общем-то, ничего более существенного Путин не сказал. Все остальное, ваши ощущения от того, насколько он комфортно себя чувствовал после встречи с Байденом, насколько он показал себя в своей собственной традиции, Россия будет добиваться своего и добьется. Юрий, Ваш взгляд? Да, во-первых, я бы хотел прокомментировать, зачем Байдену нужна эта встреча. Александр говорит, не совсем ясно, зачем Байдену встречаться с Путином. Я думаю, что Байден испугался сам своих слов в отношении и попытается предотвратить какие-то события российско-американских отношений, которые не будут под контролем. Поэтому личный контакт с Путиным был необходим. Путина нужно было уверить, что Соединенные Штаты, несмотря на самое критическое отношение к Путину и к России, готовы вести с Россией диалог и готовы работать с тем, чтобы предотвратить что-то такое, что будет катастрофой для всего мира и для обеих стран. Вот в этом плане я вижу необходимость для Байдена встретиться с Путиным. И кроме того, Байдену хотелось продемонстрировать, что он достаточно сильный лидер, чтобы встретиться с главным противником Америки, как это делали ведущие лидеры. Вот это, по-моему, мотивация для Байдена. Что касается пресс-конференций, то Путин вел себя в своей обычной манере. Полная уверенность в том, что он действует правильно, что его поддерживает российский народ и что он добьется успеха. И вообще, я хочу сказать, выглядел он достаточно убедительно, в какой степени это позволяла обстановка. Во-первых, хочу сказать, что он говорит хорошо. По-русски он говорит очень четко. Видно, что это образованный человек. Он может ссылаться на Толстого. Это выглядит очень впечатляюще. Тех, кто оценивает вот такие жесты. И вообще, такое впечатление, что Путин знает, что он делает. Я хочу сказать, что Путина пресс-конференция – это хороший учебный материал для студентов, чтобы понять, чем Россия руководствуется в своей политике. Вот в отношении Украины, например, опять видно, на мой взгляд, какие жестокие просчеты допустил Запад. Я думаю, что Путин говорит правду в том смысле, как он объясняет российскую политику. И вот наша сегодняшняя беседа – это возможность еще раз объяснить, почему Россия поступила именно так. И на Украине произошла просто страшная трагедия. И одна из причин того – это непонимание с Западом возможностей России. Уже после Грузии было видно, что Путин не остановится. Но Путин – это человек, с которым не шутят. После того, как Путин пошел на такие жесткие действия в отношении Грузии, Запад должен был понять, что и с Украиной может быть то же самое. И абсолютное безразличие произошло в отношении того, что Россия сможет сделать. Что Россия совершила известное действие в Крыму, на Донбассе. Это увеличило в огромной степени международную напряженность. И вообще это все вред всему миру и Соединенным Штатам тоже. Поэтому нужно очень серьезно относиться к выступлениям Путину и к тому, что он говорит. Потому что в дальнейшем он может совершить другие действия, которые Запад не будет предвидеть. Ну, кстати, я должен сказать, что пресс-конференция Путина, она длилась в два раза больше, дольше, чем пресс-конференция Байдена. На пресс-конференцию Путина были допущены журналисты из разных стран. На пресс-конференцию Байдена только американские журналисты. Ну, пресс-конференции Байдена мы сейчас еще вернемся. Мой вопрос к Александру. Мне кажется, что Путин действительно очень комфортно себя чувствует сегодня с западными лидерами. Поскольку у него совершенно явная позиция, когда вы нам говорите о демократии, когда вы нам говорите о свободе слова. Опять-таки, Навальный, который упомянут по фамилии, Путин им не был, но о нем шел разговор. У вас, у Запада, а тем более у Соединенных Штатов, сегодня нет права нам этим тыкать в лицо. То есть, чабы, коровы, мычала. Я считаю, что Путин совершенно в этом прав, поскольку то, что у нас сегодня в Соединенных Штатах происходит, это политические преследования, это уничтожение свободы слова, это преследование по идеологическим соображениям. Даже то, что я надеюсь, что мы в конце программы успеем поговорить по поводу открытых новых дел против Трампа, это политическая мотивация. В данном случае мы говорим о политической платформе, когда идет преследование Трампа, когда у нас сейчас находятся под следствием около 500 человек после событий 6 января. Причем можно было бы говорить о том, что, конечно, то, что произошло, когда они ворвались в Капитолий, это безобразие. В принципе, можно штрафовать людей. Там ведь никто убит не был, кроме единственной женщины, которая вошла в Капитолий. И никакого следствия не идет, кто ее убил, полицейские или спецназовцы. Люди вошли без оружия, через 3 часа их вывели. Это безобразие и беззаконие, то, что они туда вошли. Но давать за это 20 лет, кому-то даже грозит 40, это политический процесс. Почему он политический? Однозначно, потому что у нас нет преследований тех, кто уничтожал наши города летом прошлого года. 4 месяца держали Портлин. То, что происходило в Вашингтоне, то, что происходило в Сан-Франциско, то, что происходило в Нью-Йорке, уничтожение в Нью-Йорке такого района, как Соха. Стреляли по полицейским и убивали. Стреляли по людям и их ранили. Поджигали машины, разбивали витрины, выносили из магазина все, что хотели. Уничтожали город, погромы, мародерство, вандализм. Нет процессов сейчас над этими людьми. Потому что Black Lives Matter, Антифа, это ставленники демократической партии, а она сейчас у руля в Соединенных Штатах Америки. А поскольку она у руля, то преследуются не те люди, не преследуются, а просто нам нужно разбираться, что же происходило у нас летом. Об этом такое впечатление, что забыли. Президент 25 мая едет к семье человека, который, собственно, послужил поводом его смерти для всех этих событий. И говорит о том, что мы с вами, мы с вашей семьей. А те, кто вошел 6 января в Капитолий, это враги Америки. И президент говорит о том, что самая главная для нас проблема – это белый терроризм. Но давайте читать между строк. Это те, кто поддерживал Трампа. Так что нам нужно 75 миллионов посадить в ГУЛАГ. То, что сегодня происходит вот в этих расследованиях, это политические процессы. Поэтому, когда Путину рассказывают о том, что такое свобода слова в России, он говорит, а посмотрите, что такое свобода слова в Соединенных Штатах Америки. Мы прекрасно знаем, сегодня за твое мнение, которое не идет в курсе мнения партии демократической, оно может привести к тому, что тебя выгонят с волчьим билетом с работы, тебя могут уволить из университета, тебя будут преследовать как студента в университете за то, что у тебя другое мнение и так далее. Сегодня мы идем к такому варианту Советского Союза, не знаю, 17-го ли года, но вполне вероятно, может быть и 1937-го. Так что, мне кажется, Путин сегодня у него карты на руках. Он прекрасно понимает, что когда он говорит с Байденом, Байден не имеет права ему указывать, как Путин на себя в этом плане вести. Учитывая, опять-таки, все негативные варианты путинского режима, сегодня Путин чувствует, что он не один. И то, что он делает, делают и другие. Вот так, Александр, как вы считаете? Да, ну вы, конечно, совершенно правы. Подняли очень много вопросов, о которых тут можно долго говорить, но я постараюсь коротко. Ну, насчет пресс-конференции самой, конечно, особенно и говорить нечего, потому что, ну, Путин, он уже как бы навострился, что называется, давать такие пресс-конференции за 20 с лишним лет своего правления. Вот, он чувствует действительно себя уверенно, тем более, что у него профессия такая, вербовщик. То есть, это человек, который должен, так сказать, чисто и с честными искренними глазами, смотря в глаза собеседнику, значит, убеждать его и добиваться от него, чтобы он собеседник, если уж не перешел на его сторону в идеале. Вот, и так он и работает. В принципе, он профессионал в этом деле, поэтому тут ничего удивительного, что он хорошо держится. Вот, тем более, что все его ляпы там особенно не имеют большого значения для внутренней аудитории. А поскольку полностью контроль над медиа в России находится в его руках, и они как бы всегда смягчат, смягшируют любые его, так сказать, ляпы и так далее. А только мнение внутренней аудитории его, собственно говоря, и интересует по-настоящему, потому что от этого как бы зависит его власть. Это все касается пресс-конференции. Насчет того, что действительно довод о том, что у вас негров линчуют, фигурально выражаясь, часто наоборот уже, как бы сказать. Вот, он приобрел сильное звучание в последнее время. Это безусловная правда, и действительно, его стало легче использовать в результате тех процессов, которые вы так хорошо описали в происходящих в Соединенных Штатах Америки. Разумеется, мы должны все-таки понимать, что разница между странами сохраняется. Несмотря на то, что действительно Америка все больше начинает напоминать в некоторых аспектах атмосферу Советского Союза, но все-таки там еще пока политических оппозиционеров, которые пытаются бороться с президентом за власть, за решетку не бросают. То есть суды все-таки более или менее независимые в этих вопросах, более или менее независимые, и на них, так сказать, можно во многом положиться. В то время как в России никаких судов нет, я уже говорю как специалист, там просто существует судебное дело администрации президента, которое решает так вопросы, как нужно администрации президента, и ни один судья никогда не посмеет ничего там пикнуть. В этом смысле от тоталитарных времен еще не отошли совершенно. Вот, значит, в этом смысле разница есть. То есть у вас в Америке, как вы вот правильно описали, там не преследуют тех, кого следовало бы преследовать. Вы упоминаете Портлинд и другие кейсы, которые, да, вот демонстрируют этот факт, что те, кто нарушает закон, их не преследуют. В России же наоборот, там преследуют тех, кто закон не нарушал. Те, кто закон не нарушал, при том, что закон гораздо жестче, чем в Америке во многих аспектах. Так что в этом смысле, конечно, можно было бы многое возразить Путину на этот аргумент, вполне справедливо возразить. Но, разумеется, никто возразить не может, потому что, ну, Путин, он, в общем, находится уже как бы в Петнебесье, в Астралии. Он никогда не снисходит, как известно, ни до каких дебатов ни с кем, и никогда не снисходи. Он может только вещать сам вона в режиме монолога. Любой диалог его раздражает, как бы любая попытка возражать его раздражает. Это заметно по многим интервью, которые он давал за последние годы, так сказать, стоило кому-то из его интервьюеров начать хотя бы отчасти возражать, как этого уводило из себя. Он начинал сразу, так сказать, говорить, вы мне не даете сказать, там, вы мне, если вы мне дадите сказать, я объясню. Ну, то есть, его малейшее сопротивление раздражает, потому что он к этому не привык. За 25 лет безраздельной власти, почти 25 лет, он, в общем, естественно, потерял отчасти квалификацию. То есть, говорить в режиме монолога он может блестяще, но стоит как бы дойти до диалога, как уже получается не так хорошо. Вот. Но это не имеет особого значения, действительно, политического. Важно то, что, да, происходят вот те процессы, о которых вы говорите, тут я с вами могу только полностью согласиться и лишь добавить некие новые краски вот в этот самый флакон, в эту самую картину. Ну, я бы, кстати, сказал, что действительно, вы совершенно правы, у нас еще существует правосудие. И свидетельство тому, первое дело, демократы это называют штурм Капитолия. Вот этого штурма, при котором, я еще раз говорю, погибла единственная женщина, вошедшая в Капитолий, американское военнослужащие. И все остальное, там, три случая, это медицинские характеристики, а полицейские, которые погиб, его ударили, но он не погиб, а умер потом, и тоже это не связывает сегодня с тем, что там у него возникли вот какие-то проблемы именно внутри Капитолия. Так вот, первое дело развалилось против одного молодого человека, который был в Капитолии, и очень хорошо об этом подробно написал известный и у нас в Соединенных Штатах, и в России, он нередко публикуется на BBC, здесь он проживает более 40 лет, Владимир Козловский. Вот я читал его статью, он десятилетиями, в общем-то, занимается уголовными делами, политически окрашенными уголовными делами, криминалом и так далее, он в этом известен. У меня, кстати, есть его четырехтомник, он еще в 70-е годы, в начале 80-х, выпустил и подарил мне четыре тома воровского словаря, в котором он был составителем. Ну, то есть он в этой сфере специализируется. Он написал очень любопытную вещь, он смотрел все эти бумаги по этому следствию, которые закрыли, опять-таки, с возможностью его открыть, если будут скрыты какие-то еще факты, но пока его закрыли. Он сказал удивительную вещь, он говорит, я наблюдаю, десятилетиями, смотря бумаги прокурорские, следственные, судебные, он говорит, там в этих бумагах фамилия следователя вычеркнута. Фамилия следователя вычеркнута. Мне как-то все это напоминает тройки 1937 года. Опять-таки, не хочу навязывать это сравнение, прежде всего, самому себе. Мы, конечно, еще не в 1937 году, но фамилию следователя мы уже знать не можем. Так что мы идем, с одной стороны, вроде бы еще есть судебные разбирательства, а с другой стороны, фамилия следователя уже инкогнито. Ну, давайте теперь перейдем к пресс-конференции Байдена. Ваш комментарий, Юрий. Я считаю, что Байден явно уступил Путину в этом плане. Вы уже сказали, что он пригласил только американских журналистов. Это, конечно, вопиющее решение, потому что он должен был выступать перед любыми журналистами. И вы правильно сказали, что он мог сделать очень грубые ошибки, если бы был свободный доступ любым журналистам. Потому что его квалификация вызывает большие вопросы. Хотя он в политике столько лет, он встречался с советскими лидерами столько лет назад. Но возраст сказывается, состояние здоровья, очевидно. И также недостаточно понимания международных отношений, я думаю. Поэтому его выступление, ответы, все это выглядело очень скромно, выражаясь политкорректным языком. И он, еще раз скажу, он явно уступает Путину. Наш собеседник из России критиковал Путина. И в то же время он высказался о том, что Путин очень уверен в себе. Вот это очень важно. Я думаю, что Байден не был уверен в себе ни в какой степени. Он был очень осторожен. И думал прежде всего о том, чтобы не сделать ошибку. Поэтому его выступление было очень бледно, очень маловыразительным. Мы не увидели человека, который ярко защищает американские ценности. Который демонстрирует уверенность в своей политической деятельности. Все это абсолютно отсутствовало. И здесь, опять же, напрашивается сравнение с Трампом. У Трампа тоже, мягко говоря, были большие недостатки. Но видно было, что человек хочет что-то нового, что-то интересного, что-то полезного. А Байден выступил как средний чиновник и больше этого. Ну да, такой, в общем-то, политикан, который умеет говорить. Путин, кстати, сказал, что он в беседе с Байденом понял, что тот профессионал. Но, наверное, этого не отнять. Но, тем не менее, профессионал, который в результате сбивается на скандальный тон. И это все отмечают журналисты. У него прямо на конференции. Причем журналистка, которая задала этот вопрос, она представляла СНН. СНН это вполне лояльное средство массовой информации к демократам и к демократическому руководству сегодняшнему Соединенных Штатов. Она ему задала вопрос, откуда у вас уверенность, что то, о чем вы договариваетесь с Путиным, он будет выполнять. Путин. На что он ответил, какого черта вы задаете эти вопросы? Ну, видимо, имея в виду вообще журналистов, которые выбивают его какими-то неприятными вопросами из колеи. Она продолжала дальше говорить. Она говорит, что вот украинский вопрос, Украина в НАТО, Белоруссия, опять-таки кибербезопасность. Путин делает то, что он хочет. На что он сказал, что, Байден, если вы не понимаете, что я делаю, то тогда вы... Поменяйте профессию. Да, поменяйте профессию. И ему замечательно ответила представительница журналистка еще одного вполне либерального издания New York Magazine. Она написала, что, может быть, президент вам стоит подумать и поменять профессию. Вот, да, такие ляпы. Он после этого оправдывался уже у трапа самолета по поводу своего поведения. Мир смеется над президентом, который вот так поступает, который такое несет. Александр, опять-таки, я не буду возвращаться к теме выборов. Выбрали, получили. Но ваш комментарий по поводу интервью, по поводу этой пресс-конференции Байдена. Ну вот, все, что здесь прозвучало, оно как раз подтверждает скорее ту версию, что сам по себе этот саммит был скорее ошибкой со стороны Байдена. То есть, мир бы не перевернулся, если бы он с этим делом потянул, как бы сказать, и занял какую-то более сильную позицию. В конце концов, ведь с китайским лидером, по-моему, он до сих пор не встречался, насколько я знаю. Нет, нет, он сказал, что он хотел бы встретиться. А, ну вот. Ну, по крайней мере, в общем, еще можно было... Но он, тем не менее, на это пошел и выглядел довольно бледно. Действительно, в его возрасте, ведь, насколько я помню, он же, его, в общем-то, где-то номенклатура демократической партии вынула из Нафталина, когда нужно было какого-то кандидата, так сказать, добыть в противовес Трампу. Он уже, в общем-то, собирался так, видимо, внутренне отойти от дела. А его вместо этого, значит, выдвинули в кандидаты президента, и он стал президентом. Это огромная ответственность в его возрасте. Но люди, конечно, бывают разные. Мы можем там вспомнить Черчилля, который примерно в том же возрасте, даже старше, так сказать, рулил еще весьма неплохо. Но, во-первых, Черчилль во многом исключении. Он, как известно, и пил, и курил, так и зарядкой не занимался. Тем не менее, обладал довольно хорошим здоровьем. Вот. Но, как бы, этот факт отдельно взятый Инстон Черчилль не доказывает ни пользу табака, ни пользу алкоголя и так далее. Так что, вот, исключительные люди бывают, но Байден, он не принадлежит к числу таких исключительных людей. И, конечно, понимая это, в общем-то, не имело, наверное, смысла устраивать вот этот вот спектакль вообще с этой встречи, которая, как я понимаю, закончилась даже несколько раньше, чем она должна была закончиться. То есть, вроде там было 4 часа, как бы сказать, предусмотрено, а в итоге они заседали там меньше, на час раньше заканчивали, закончили встречу. Это значит, что, в общем-то, она была, ну, скорее всего, бесполезной. И, как бы сказать, он еще вдобавок частично потерял лицо на пресс-конференции, выглядел плохо на фоне Путина. Причем это предсказывалось, нельзя сказать, что это какая-то неожиданность. Произошло так же, как, в общем-то, и предсказывали, как и ожидали. Спрашивается, зачем это было нужно, если ему нужно было поговорить с Путиным там и что-то обсудить. Да вот мы сейчас в скайпе прекрасно через океан обсуждаем любые вопросы, и они могут часами там разговаривать о проблемах мира, если захотят, не встречаясь. И вся на эти встрече, ну, есть ритуальный характер. Но если уж политика есть театр и ритуал, то, как бы, спектакль должен быть хорошо подготовлен. В случае же с Байденом он оказался подготовлен плохо, и, в общем-то, здесь имел место едва ли не провал, на мой взгляд. Ну, я должен сказать, что у меня ощущение, что так же, как ему не нужна была эта встреча, ему не нужно было и президентство. Он марионеткой руководят, можно догадаться, сегодня кто. Но до конца мы, опять-таки, вы только что сказали, что вполне возможно, когда-нибудь по мемуарам мы узнаем, в чем же дело, и кто в результате выбрал Байдена как кандидата в президенты. Я думаю, что ни то, ни другое ему было не нужно, в его возрасте уже можно было бы отдыхать. Но он пошел на амбразуру, да, мог бы тоже отказаться. Видимо, какое-то предложение ему сделали, от которого он отказаться не смог. Но теперь Соединенные Штаты за все за это расплачиваются. Главное, что мы выбрали не Трампа. Вот оправдание для тех, кто голосовал за Байдена. Это, конечно, удивительно мудрое было решение. Главное, не Трамп. Вот так людей прозомбировали, им это внушили, что Трамп – это главная проблема, главная беда в Соединенных Штатах. В результате выбрали, ну, просто ангела Джо Байдена. Давайте мы к другой теме сейчас вернемся. Члены Сената Конгресса единогласно одобрили законопроект, запрепляющий статус федерального праздника за Днем освобождения рабов в стране, который отмечается 19 июня. Первое об этом сообщило Washington Post. Причем было отмечено, что теперь документ поступит на рассмотрение, как было сказано, контролируемой демократами Палаты представителей, которая, несомненно, примет такое же решение, но пока нет ясности, когда это произойдет. Так отмечала Washington Post. Опять-таки, вполне либеральная газета, которая почему-то сделала акцент на том, что эта палата контролируется демократами. Это и так все знают. На самом деле, произошло все гораздо быстрее, чем ожидалось, и Палата представителей приняла это решение, затем, уже в четверг, Байден его подписал. Итак, 19 июня, у нас теперь новый праздник государственный. Я напомню, что 19 июня 1865 года последние из бывших рабов узнали, что они свободны. Ну, вот так Washington Post приводит мнение представителей демократического большинства в Сенате Чака Шумера. Значит, давайте немножко об этом поговорим. Все это, конечно же, в контексте нужно рассматривать того, что сегодня происходит с темой рабства, с темой и cancel culture, и вот этой расовой теории, и массы проблем, которые сегодня у нас поднимают, навязывая, собственно, их обществу в связи с так называемым системным расизмом. Мы неоднократно уже в нашей программе обсуждали. Я категорически считаю, что системного расизма у нас в стране нет. А если системный расизм есть, то 4 года, ну, уже больше, да, 4,5 года назад президентство свое завершил Барак Обама. Он был президентом 8 лет. Что значит системный расизм? Это значит, что у нас существуют какие-то официальные положения, какие-то указы в системе, которые ведут к расизму. Это не бытовой расизм, а системный расизм. В таком случае, что делал в этом вопросе президент Барак Обама 8 лет, и у него были все возможности, эти все указы, какие-то документы, все это уничтожить, естественно, голосованием в обеих палатах и прекратить системный расизм. Но он ничего в этом вопросе не делал, потому что единственный ответ, системного расизма у нас в стране давно уже нет. Системный антисемитизм, к примеру, был в Советском Союзе, и мы все прекрасно об этом знали. И то он был такой, вроде бы как негласный, но это была реакция системы на еврейский вопрос, на пятую графу в паспорте. У нас нет системного расизма в Соединенных Штатах Америки уже давно. Но это специально, видимо, тема раздувается, поскольку она необходима тем, кто добивается немалого. Но в данном случае еще один шаг, 19 июня, еще один день освобождения рабов, который мы все будем отмечать. Это, по-моему, уже 11 праздник федеральный в Соединенных Штатах Америки. И, на мой взгляд, это еще один шаг к тому, чтобы были выплачены репарации потомкам рабов. Ну, видимо, репарации со стороны потомков рабовладельцев. Ну, за это будут отвечать все налогоплательщики Соединенных Штатах Америки. А сумма уже была озвучена владельцем канала Black Entertainment Television. Он миллиардер, по-моему, первый миллиардер афроамериканец. Он сказал, что для репарации нужно будет выплатить Соединенным Штатам Америки 14 триллионов долларов. 14 триллионов, я не ошибся. Юрий, вам слово. Я думаю, что мы все сочувствуем афроамериканцам. Очень хотим, чтобы афроамериканцы были успешной группой в Соединенных Штатах. И в этом отношении Америка достигла больших успехов. Она не преодолела все проблемы расовые, но ни одна страна преодолела таких проблем. Но здесь достигнут огромный успех. Я приехал в Соединенные Штаты в 1981 году и наблюдаю за тем, как афроамериканцы очень успешны, когда они этого хотят в жизни. И могут добиться невероятных успехов. Свидетельство тому огромное. И в образовании, и в спорте, и в искусстве. Ты просто получаешь удовольствие, когда видишь замечательных представителей афроамериканского меньшинства по телевидению, в газетах, слышишь их имена, читаешь об их замечательных достижениях. И мы воспитаны на этом, бывшие советские граждане, поддерживать меньшинства. В то же время мы видим, что есть большие проблемы среди афроамериканского меньшинства. И решать их можно и путем искусственного предложения денег, а путем образования, путем вовлечения в общественную деятельность. Есть совершенно очевидные пути достижения цели борьбы с дискриминацией, с невежеством, с одиночеством. В общем, со всеми обычными человеческими проблемами. Их нельзя решить путем искусственного создания каких-то дополнительных программ, которые дают деньги людям, которые в прошлом терпели какие-то несправедливости. Так что я считаю, что вот новый праздник, о котором вы говорили, действительно в русле общей политики демократической партии, который не приведет ни к чему хорошему, а только усилит разногласия в американском обществе. И вряд ли даст что-то существенное тем представителям афроамериканского меньшинства, которые не достигли слишком многого в жизни. Наоборот, это только повредит. Но если вернуться к празднику, то я должен сказать, что в июле прошлого года уже поднималась эта тема. Но тогда сенатор-республиканец Рон Джонсон заблокировал голосование. У него была аргументация очень понятная. Лишний выходной день для госслужащих будет обходиться казне в 600 миллионов долларов в год. Он предложил какие-то варианты выхода из этой ситуации. Допустим, исключить из праздника федерального день Колумба, который отмечается во второй понедельник октября. Либо сделать день отдыха 19 июня неоплачиваемым. Но на этой неделе Джонсон заявил, что на этот раз возражать не будет. Хотя сомнения в необходимости еще одного федерального праздника, 11 по счету, у него остались. Александр. Да, ну, возможно, господин Джонсон понял, так сказать, всю силу движения БЛМ. И понял также, что лучше не противодействовать, поскольку против такой волны уже, видимо, нет. Против такого лома уже нет приема, если можно так выразиться. Ну, это, так сказать, в порядке шутки. Я не знаю, какие у него мотивы, почему он отказался от своей прежней позиции. Но суть в том, что, конечно, с одной стороны, в общем, дата вроде бы выборная хорошая. Ну, понятно, что рабство – это зло. У нас, кстати, в России ведь тоже была похожая дата. Она, хотя официально не праздновалась, но вообще-то был, так сказать, своего рода культ. Вот 19 февраля 61-го года, то есть отмена крепостного права, там памятники ставили в начале 20 века Александру II в честь того, что он царь-освободитель, освободивший крестьян и так далее. То есть это есть сходство некоторое. Даже вот даты очень близкие, 61-й год, 65-й год, у нас практически параллельно эти вещи произошли. Мы говорим о 19 веке, да. Да-да, да. Ну, потом, как бы, известные события наступили, эта дата была как бы стерта из истории, но это отдельная история. Не об этом сейчас речь. В принципе, дата хорошая. Но вопрос, почему именно сейчас? Как бы сказать, рабство осуждено уже очень давно. В принципе, если дата должна закрепить этот факт, что рабство и зло, так ее можно было вести, памятную дату, праздник вести гораздо раньше. Но сделано это именно сейчас для того, чтобы не столько как бы рабство само осудить в очередной раз, оно уже тысячу раз осуждено и уже как бы не воскреснет. А вот просто для того, чтобы закрепить психологически, видимо, победу движения БЛМ и еще раз продемонстрировать, что оно, это движение является, как бы сказать, таким официально одобряемым. Что драву его не препятствует, перефразируя слова русского классика, да, что противостоять ему ни в чем, ни в каких вопросах, ни в каких аспектах нельзя и так далее. Вот, видимо, только в этом заключается смысл этого праздника и больше ни в чем, на мой взгляд. Ну, если у нас Флойд национальный герой, конечно, мы делаем постоянно шаги вот в ту сторону. И после того, как я понял, что президент подписал, и теперь у нас будет еще один праздник, 19 июня, как-то логически дальше нужно понять, что это, я хочу еще раз повторить, очередной шаг к выплате репараций. 14 триллионов, видимо, ну, не знаю, сколько станок может работать, поскольку Трамп, я напомню, он месяца полтора назад попросил еще 6 триллионов на развитие инфраструктуры и так далее. Ну, станок, он выдает, конечно, эти триллионы, но это значит, что наши внуки уже, даже не правнуки, а внуки, они будут пущены по миру. Как потом все это отдавать? Это совершенная девальвация доллара, это инфляция. На прошлой неделе мы только говорили, у нас инфляция сегодня, такие данные были только 13 лет назад в Соединенных Штатах. Ну, понятно, когда вот так вот работает станок. Но я должен сказать, что у нас уже по пути к репарациям все идет, и в Калифорнии уже рассматривается это на официальном уровне, выплаты репараций. В Калифорнии, в которой рабства не было. Калифорния штатом стала в 1853 году, по-моему, и с рабством покончили в 65-м. То есть в Калифорнии нет потомков рабов и нет потомков рабовладельцев. Так что непотомки рабовладельцев будут выплачивать непотомкам рабов репарации. Это вот в Калифорнии произойдет. Но если уже кто-то, у нас прецедентное право, если уже кто-то на это пойдет, а Калифорния, я думаю, что уже никуда не денется, там все для этого готово. И идеологические, и психологические людей подготавливают к этому, как вот этим праздникам по всей Америке. В результате будут выплачены репарации, никуда мы не денемся, не знаю, пустим страну, наверное, по миру. Но идеология превыше всего, превыше математики, как мы прекрасно знаем. Сейчас уже существует этно-математика, об этом мы как-то говорили. Давайте еще одну тему, у нас не так много времени осталось. Трампа по-прежнему боятся выборы 2024 года, 2022 на носу. И его поэтому не оставляют в покое. Несмотря на то, что он не сказал однозначно, что он будет баллотироваться в президенты в 2024. В последние недели своего правления Трамп и его помощники оказывали давление на Министерство юстиции, чтобы оно расследовало жалобы на фальсификацию результатов голосования, исправило его якобы поражение на выборах. Об этом свидетельствуют опубликованные демократами документы во вторник. Ну, ничего нового, кстати, в этом нет. Еще в январе стало известно, что Трамп, уверенный в обмане демократов на выборах, давил на Минью с целью передачи жалоб в Верховный суд. Ну и вот спустя почти пять месяцев после ухода с поста Трамп продолжает небезосновательно утверждать, что его лишили четырехлетнего срока в Белом доме из-за нарушения при голосовании. Ну, а вот под данным Комитета по надзору и реформам Палаты представителей, кто его возглавляет, догадайтесь, до того, как Трамп покинул свой пост, он бывший глава администрации Белого дома Марк Мэдоус и частный поверенный Курт Олсен стремились привлечь Министерство юстиции для расследования нарушений на выборах, которые уже были отклонены к тому времени в десятках судебных исков. Юрий, вам слово. Да, прежде всего хочу вот что отметить. Вообще в Соединенных Штатах президент обладает огромной властью. Просто как факт. И, кроме того, вообще, я считаю, существует какой-то определенный культ президента. И это происходит все время. И здесь я хочу сказать несколько слов о Байдене, показать мое, что я не согласен с Геннадием Коцовым. Я считаю, что Байден определяет политику Соединенных Штатов. Им никто не руководит. Он пришел к власти, прежде всего, потому что он хотел это, и он во главе Соединенных Штатов, а не кто-то еще. Несмотря на все остальные вопросы, которые мы обсуждали. И теперь с Трампом очень серьезный вопрос. Я считаю, что Трамп это дело прошлого. Трамп не будет участвовать в выборах, а если будет, он проиграет, безусловно. Но противники Трампа действительно хотят расправиться с ним, чтобы у него не было аппетита опять возвращаться к политической деятельности. Все же, я думаю, все эти вопросы уйдут на второй план. Вообще, вся эта деятельность вокруг того, что выборы были незаконные, были законны, и все это уже не играет решающей роли. Трамп их проиграл. И Трамп это не Никсон, который вернулся в политику после поражения от Кеннеди, очень спорного поражения от Кеннеди. Трамп это, скорее, человек, который пойдет по стопам гора. Он не вернется к новым выборам, потому что у него нет шансов победить. Избиратель не забудет этого. Неважно, кто виноват, правильно ли они подсчитывали, он проиграл принципиальные выборы. Неважно, что пандемия погубила его. Он не обладает той харизматичностью, той силой, которая нужна, чтобы вернуться в политику после такого горького поражения. Он не вернется к новой борьбе за президентское кресло. И все эти нюансы, которые вы отметили, они не будут серьезным образом влиять на американскую политику. Республиканской партии нужен новый сильный кандидат, который поведет за собой прежде всего средний класс и победит демократов. Ну, это мы увидим, вернется Трамп или нет в политику. Пока он достаточно влиятельен и, на мой взгляд, он продолжает оставаться лидером республиканской партии. Я немножко о другом. Я о том, что демократы, они пытаются его уничтожить как политическую фигуру. Они все для этого сделали 3 ноября. Они пытаются его физически уничтожить, посадив в тюрьму. И вот все эти разговоры о том, что какие-то... Что выборы, во-первых, уже в Соединенных Штатах, я думаю, скоро будут люди преследоваться, которые будут считать, что выборы были сфальсифицированы. Уже в прессе однозначно, что это Трамп и его сумасшествие. Выборы не были сфальсифицированы, они были абсолютно честные, порядочные. Я напомню только один случай из массы других. Я уже не говорю о том, что происходило в ночь с 3 на 4 ноября. Напомню просто. Более 288 тысяч бюллетеней пропали. Еще более 100 тысяч оказались датированы задним числом. Но вот о такой крупной недостаче бюллетеней было всем известно. Благодаря одному из водителей и субподрядчика почтовой службы, который 21 октября 2020 года перевозил эти бюллетени, заполненные из Нью-Йорка в Пенсильванию. А грузовик, на котором он перевозил бюллетени, попросту исчез. Ну и вот, кроме того, в Пенсильвании и Мичигане в почтовых отделениях были обнаружены бюллетени с голосами задействующего главу государства Дональда Трампа. Они были просто отложены в корзину с надписью «Недоставленная деловая почта». Таких фактов сотни. Никто этим не занимается. Вот такая ситуация у нас. Александр. Да, ну, как можно комментировать эти преследования? Тут, возможно, как мне кажется, две версии. Ну, первая разошлась бы с тем, что говорит наш уважаемый собеседник, о том, что шансов у Трампа нет. Потому что, если так сильно человека преследуют, после того, как он потерял власть, то, значит, его оппоненты считают, что у него какие-то шансы есть. Вот. Похоже, что на это. Другая версия, почему его преследуют, может заключаться в том, что просто, ну, хотят, как бы, всех запугать и на примере Трампа показать, что вот сопротивляться машине демократической партии, вообще в широком смысле, не леволиберальной политической машине, идеологической машине, бесполезно. И тот, кто встанет у него на пути, будет, так сказать, раздавлен. Причем ему еще отомстят. Даже если он потеряет реальное влияние, потеряет реальную власть, то все равно, так сказать, еще догонят и дадут, и добавят. Возможно, это оказывает такое воспитующее, что ли, воздействие на всех оппонентов демократической партии и призвано, так сказать, деморализовать их. Вот такое объяснение тоже имеет право на существование. Разумеется, чтобы понять, какое из этих версий правильно, а, кстати, они друг друга не исключают, возможно, и то, и другое. Вот. Нужно, конечно, очень глубоко разбираться в деталях и буквальным образом залезть людям в мозги. Но это в моем случае невозможно, тем более из-за океана. Поэтому я, так сказать, оставляю тут большой знак вопроса. Но мне кажется, что уж как минимум одна из этих версий точно верна. Ну, я хотел бы провести, опять-таки, параллель. Я говорил в начале программы о том, что у нас есть политические заключенные. Говоря о вот этих 500 примерно людях, которые арестованы, находятся под следствием в связи с событиями 6 и 6 января. Если бы при этом под следствием находились те, кто громил города наши прошлым летом и начало осени 2020 года, мы говорили о том, что работает закон и порядок. Сейчас мы говорим о том, что поскольку эти следствия не ведутся по отношению, опять-таки, Black Lives Matter, по отношению к Антифак, различным левым группировкам, которые руководили в городах месяцами вот этими разбоями, беспорядком, погромами и так далее, то можно однозначно сказать, что это политический процесс. Политический процесс над теми, кто вошел 6 января в Капитолию. То же самое можно сказать, что и политический процесс идет над Трампом. Если бы параллельно при этом расследовали дела Хантера Байдена и его папы в Украине и в Китае, то можно было бы опять-таки сказать, что закон и порядок в нашей стране существуют. Сегодня эти дела, Байден говорит, надо, конечно, довести до конца, и кто-то как бы этими делами занимается. Видимо, кто-то занимается и какими-то делами о событиях лета прошлого года, но мы ничего об этом не знаем. Дело Байдена и его сына сегодня, все, они уже отложены куда-то в тень, никто ими не занимается, занимается только Трампом, потому что он республиканец, потому что он угрожает, я здесь полностью с вами, Александр, согласен, демократической партии и ее потенциальному кандидату на выборах в 2024 году, поэтому это политический оппонент и с ним политическими методами расправляются. Вот что я хотел сказать. Кстати, юридический комитет Палаты представителей теперь проведет расследование в отношении слежки Министерства юстиции при администрации Трампа за членами Конгресса и журналистами. Но опять-таки об этом заявил председатель комитета, демократ Джеральд Надлер. Так что один процесс за другим. Мы должны понимать, что весь этот театр, он будет существовать до 2024 года. Демократы хотят уничтожить Трампа. Трамп, вполне возможно, станет политическим заключенным. Юрий. Я не думаю, что Трамп станет политическим заключенным, но мы увидим, конечно, это невозможно предвидеть. Я считаю, что действительно против Трампа идет вся компания и будет вестись. Но вы сказали, например, про Байдена, что о нем нет никаких сообщений. Я думаю, что все эти вопросы не будут так важны, поскольку страна будет сосредоточена на очень серьезных вызовах, которые придется решать каждый день. Очень большие проблемы для США никуда не исчезли. Эта администрация, она, в принципе, идет по-среднему. Она не взяла на вооружение принципы Black Lives Matter и Антифа, не включила в свое правительство деваков. Но вот в тех вопросах, о которых вы сказали, что мы обсуждали, связанные с репарациями, они идут на поводу у экстремистов. Вот это вызывает огромную тревогу. Александр, у нас буквально... Александр, у нас буквально на ветер. И то, что вы сказали совершенно верно, ведь следующим поколениям придется отвечать за это распределительство. Александр, буквально у нас осталась минута. Несколько слов заключения. Я еще раз говорю, у нас так сегодня лейтмотивом прошла эта тема, по соответствующим, конечно, проблемам, собственно, политических процессов в Соединенных Штатах. Вы согласны с этим, что это политическая? Да, я согласен с тем, что действительно происходит некое сближение с Советским Союзом, с атмосфером Советского Союза. И, в общем, вы как поэт меня, наверное, поймете, если я закончу словами известного тоже поэта и мыслителя Хомякова. О, грустно, грустно мне, нисходит тьма ночная на Дальнем Западе, в стране святых чудес. Замечательный, кстати, был поэт. Я согласен с этим. Друзья, благодарю вас за... Друзья, коллеги, благодарю вас за участие в программе. Дамы и господа, также благодарю вас за внимание к нашей передаче. Всего доброго, до встречи в эфире. До свидания. Александр, Юрий, благодарю.